Привет, дорогие зрители! Меня зовут Колман, и добро пожаловать в игру под названием Insurgency Sandstorm. Итак, друзья, это у нас очередной многопользовательский тактический онлайн-шутер от первого лица, разработанный компанией New World Interactive и изданной студией Focus Home Interactive в 2018 году. Игра является продолжением первой игры Insurgency, которая вышла в 2014 году. Игра у нас происходит на Ближнем Востоке, ну, точнее, на вымышленном каком-то регионе, где происходит сражение между классическими бравыми солдатами-американцами. Также есть, помимо солдат США, различные подразделения, какие-то силы НАТО, какие-то афганские вооруженные силы, сирийские и прочее-прочее-прочее в этом духе. Ну и, разумеется, у нас есть вторая сторона конфликта, это те самые террористические группировки, похожие на ИГИЛ, Талибан, сепаратистов и всё в таком духе. Игра у нас претендует на реализм, то есть в этой игре тебя убивают с пары попаданий, здесь неспешное перемещение у бойцов, хотя это ещё перемещение зависит от того, как много снаряги ты на себя навешаешь и как долго ты сможешь пробежать. У игры нет никаких полосок здоровья, худ самый минимальный, то есть игра как бы претендует на реалистичность, как и такие шутеры, как Escape from Tarkov, Rising Storm и всё в таком духе. Но в отличие от вышеперечисленных игр, у Sandstorm есть золотая середина, то есть игра подойдёт, можно сказать, многим игрокам. Если тот же Escape from Tarkov подходит далеко не всем, то Insurgency Sandstorm игра для них. То есть она идеально балансирует между как бы и казуальными обычными шутерами, но в то же время и надхарткорными. В ней довольно классная стрельба, но она не тяжёлая, она нехарткорная, к ней можно довольно быстро привыкнуть. Спайр и пуль ты можешь и не умереть, даже в упор, ты можешь пережить, в зависимости от твоей брони, попаданий, ну, пять, а то и больше. В игре, конечно, ещё крутой визуал, крутая атмосфера, это всё на неё играет, играет ей на пользу. И это то, что оценили критики по достоинству. Очень, конечно, жаль, что в игре отменили сюжетную одиночную кампанию, она, оказывается, планировалась. Ну и также совсем недавно, может месяц или пару назад, в игру завезли какое-то новое дополнение с новым контентом. Вроде как даже добавили какие-то новые пушки. Я решил, что это хорошая и прекрасная возможность, а также причина, чтобы вновь её установить и поиграть. Заодно показать вам геймплей, какова эта игра на самом деле, что она из себя представляет. И, возможно, вам понравится, и вы её захотите приобрести. Итак, давайте не буду вас ещё долго утомлять своей болтовнёй. Я быстро вам покажу, как можно приодеть своего бойца. Итак, вот мой боец сил США. У нас можно поменять волосы, можно поменять бороду, всякое понаделать. Можно поменять татуировки. Их, конечно, немного. Но, думаю, с приобретением дополнений, которые стоят где-то максимум 100 рублей одна каждая, то можно разгуляться в плане кастомизации персонажа. Всякое понаделать можно. Можно поменять лицо сделать, маски. Да, всякое. Туловище всякие, камуфлированные, куртки и прочее. Вроде ничего нового не завезли. Да. Лёгкие рюкзаки, тяжёлые рюкзаки. Ну, это так. Снаряжение. Вот у меня, например, есть... Здесь, как бы, классы. То есть, вот, автоматчик, прорывник, осведомитель, взрывник и, ну, как видите, командир. Вот командир. Лидер команды, который может запрашивать огневую поддержку через бинокль, находясь рядом с наблюдателем. Автоматчик, универсальный болезнь, использующий штурмовые и боевые винтовки. Прорывник, специалист по ближнему бою, использующий только дробовики, пистолеты-пулемёты и карабины. То есть, вот, например, прорывник у меня вот с этим, с пистолетовым-пулемётом MP7. Лёгкая разгрузка. Разгрузка влияет на то, как можете вы много засунуть в себя магазинов, пистолетных, автоматных, винтовочных. Гранат и сколько вы можете... Так, вроде... Вот ящики, это вроде пополнения боезапаса. Что-то я не помню. Вот, здесь вы можете добавить взрывчатку. И каждая винтовка, каждый модуль на неё тратит очки. То есть, вот сейчас у меня очки снаряжения 0. А, да, вот, это-то и означает. То есть, смотри, чтобы мне взять тяжёлую броню, и мне нужно подать 3 очка. Но у меня уже 0, то есть я её взять никак не могу, к сожалению. Поэтому мне нужно чем-то рисковать, чем-то жертвовать. Либо убирать разгрузку, либо светошумовую гранату, либо пистолет и всё в таком духе. Боевой нож, благо, никаких очков не забирает, поэтому можно его брать. Противогаз не могу взять. Защищает он от дымов и химического газа. То есть, если вы попадаете в дым, он, конечно, вам не наносит никакого урона, но персонаж начинает кашлять. Вследствие чего вас могут заметить, ну, или точнее, раскрыть вашу позицию другие противники. А звук здесь, я должен вам сказать, довольно хороший. Вот всё в таком духе. Так, автоматчик у меня вот такой. Сейчас дуэли. Тут есть несколько режимов игры. Это у нас дуэль, кооперативные миссии против искусственного интеллекта, доминация обычно и выживание. Также вот у нас здесь инсержинси. То есть, вот эти самые террористы, бандиты, ну, всякое такое, сепаратисты, оболчение и секьюрити, то есть, безопасность. Это у нас военное. Итак, давайте посмотрим. Вот у нас тут кооп. Сорвать с компьютерными врагами дуэли. Гретьте с другими игроками. То есть, вот здесь есть ещё более под режимы, так сказать. Чекпоинт, захватывающий задачи цели по очереди, продвигайтесь по карте. Хардкор чекпоинт с элитными врагами будут на сражение. Аутпост, обороняться от волн врагов. Каждая волна приносит очки снаряжения. Выживание. Не останавливайтесь, доживите до эвакуации. Кстати, не играл в этот режим. Может быть, попробовать. И у нас новая карта. Тюрьма. Сражайтесь внутри тюрьмы. Да, мой английский не силён. В общем, драться внутри тюрьмы. А дуэль это у нас доминация, захватывающаяся точки. Чем больше цели у вашей команды, тем больше чего вы будете получать. Классический режим. Засада. Эмбош. Одна жизнь на выбывание. Команда спасателей должна сопроводить вип к цели. Команда засады должна уничтожить випа. Довольно классный режим. Очень напоминает режимы из контрол страйка. Что у нас тут, фротлайн. Сдвиньте линию фронта, добьтесь до вражеского склада оружия. И уничтожьте его. Не пускайте в врагах своему складу. Волны игрока постепенно сведут планет, когда истощится его склад оружия. Firefight. Тактические бои из-за господства на территории. Захватите и удерживайте все цели. Возрождение возможно только после того, как ваша команда захватит цель. Круто. Пуш. Динамичное интенсивное сражение за определенный объект. Атакующий подвигается по карте, а защитники пытаются их остановить. Ну, давайте поиграем в классический режим Domination. Итак. Ищем матч. Как всегда, заварить весь чайку, кофейку, приготовить что-нибудь покушать. Мы начинаем. О, моя любимая. Ну что ж, устраивайтесь, друзья, поудобнее. Мы начинаем. Поехали. Так, мы играем за Insurgency. Ладно, поехали. Итак. Как всегда, напоминаю, у нас максимальные настройки графики. Господи, теперь вспомнить, как играется это все. Так, автоматический одиночный огонь. Продвигаемся. Надеюсь, вам покажу достойный геймплей. Ух! Так, нет, подождите, мне нужно сенсу повысить. Давайте 9. Так. Единица. Так, применить. Поехали. Да, мы продуваем. Да елки-палки, засранец. О, хорошего убили. Да. Так. Нифига себе, это что за спам такой, нормально? Возрождаюсь, сдох. Класс. Так, своих будем пристрелить. Минус 1. Ура, хоть кого-то убил. Отбиваем. Чего? А, в окно убили, понятно. Ой, какой снайпер уселся. Сейчас я тебя достану. Так, ты у нас где-то тут. Блин, тяжело. Минус. Закрыли, лей! Минус. Минус. Чё? Блин. Влечемся. Ладно, ладно. Опа. Попал. Ух ты, это... А, это враг, да. Хорош. Порываемся. Откуда стреляют? Непонятно. А, да. Как обычно, в уголке сидят. Мои любимые. Ну ладно, ничего страшного. Да, мы, конечно, зашли не в самое начало матча, так что... Браво, браво! А, щит, маслину поймал! В уголке сидит. Блин, сзади, сзади, сзади! Справа! Ой! Так, где я? Ага. Попробуем на Б сходить. Чего? Я в тебя попал! А, ты сдох. Ну, молодец. Давай-давай-давай. Да что ж такое? Так, С отжимается. Э! Ну, пацаны, джи-джи. Мы старались. О, боже, нет. Сенсу надо настроить. Не то все. О, боже! Господи, какие амебы здесь. О, да. Я забыл, что это Инселженси. Да, это придется часто слышать. О, Инселженси, я по тебе скучал. Честное слово. Да, с 6 к 11. Ну, ничего, ничего. Я зашел в первый раз. Мне еще надо опять к стрельбе какой-то привыкнуть. К мувменту. Сенса у меня не та. Я уже к другой привык. Эм. Так. Карта, карта. Какая тут хорошая? Это ужасная. Призн, кстати. Хм. Я за эту. Давайте. Возьмем карту Тел. Ну, давайте. Тел, Тел. Найс. Неплохая карта. Аутскиртс. Вообще ужасная карта. Сплошь открытое пространство. Для снайперов. Да. Ну, такая себе. Это, в принципе, неплохая. Тоже сплошь открытое пространство. Тюрьму вообще не знаю. Есть. Так. Опять мы за террористов. Ну-ка, подожди. Сведомитель, блин. Туфта не настроена. Ничего. А. Ладно, давай за штурмовика. Ой, блин, это моя любимая карта. Да, 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 да. Это моя любимая. Одна из вообще. Ой. Золотые свои времена. Я здесь так нагибал. Не сочи за хвастовство. Блин, 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 блин. Минус один. Фу. Повезло, что косой. Какой-то свой. Да какого лешего? Я ж тебя стрелял. Я ж тебе попал. Паскуда. Ладно, ничего страшного. Так, где я? Ага. Блять. Извини, друг, не пугай так. А где он? А где он? Эй, мы потеряли. Эй! Блин, живите, пацаны. Блин, живите, пацаны. Минус. Минус. Давай, чел. Захватывай. Я контролю. Че? Закрой пасть. Закрой пасть. Закрой пасть. Закрой пасть. Сейчас ты будешь мертвый. Ой, снайпер. Нафиг. Надо мне на оружие поменять. Калаш как бы не совсем мое. Ну куда ты пошел, дурак? Блин, тааааа. Паскуда вернулся. Блин, свой. Фух. Нафиг. Ммм, спину. Так, нет, подождите. Тьфу. Нафиг этот ствол. Так, а это не здесь? Блин, это не здесь, кажется. Во, вот это возьму. Потом. Че? Блин, сзади. Фух, свой. Извини. Так. Так. конечно ты в уголке сядешь паскуда ладно попробуем с другим оружием пришел с дробовиком а кстати да новый дробовик добавили точно как с 23 надо будет потом его попробовать ах ты сука блин подкрался сейчас я вернусь а его уже убили чего кашник мертв еще акте у меня рука понял ой мастера игры все не могу сенсу подобрать все не то так как они так убивают с ваншота блин свой все происходит минус минус релоудинг первая перезарядка вообще за матч так ладно тихо свой продвигаемся ты чё серьезно крис вектор учебы не можете взять аниму няню ща то пока чё там по углам идешь да задроты лютые попались ладно ладно переключим чё ура я убил второй сука нечего враться говорить дружок где не бегают минус блин а ну ладно я хоть неплохо хоть какую-то серию киллов сделал а улегся ой какой молодец все сипу сейчас я к тебе приду дружок ты меня только подожди так не туда блин опоздал так 15 на 16 но уже получше чем первый ладно надо мне классы поднастроить надо взять мое любимое оружие хотя на она вроде ведь только за этих за спецназ тут же спецназа отдельно оружие вроде как и у террористов так ладно закончить игру сейчас посмотрим так настроить инселженси так автоматчик у него такие винтовки так подожди еще раз так а у тебя да нет точно такие же так где у меня тут самый уж у меня осведомитель так нет где-где-где сейчас найду что за чертовщина где автомат мутант мой любимый что за черт а подожди господи не тот режим к вот подожди так-так-так-так осведомитель вот альфа к мой любимый так ускорить перезарядку так ускоривает прицеливание папа папа раскраски их нельзя поставить до ну ладно жаль но не велика беда так теперь бы мне прицельчик прицельчик какой тут поставить попробуем вот такой так снарягу подобрать убрать тяжелая броня тяжелая разгрузка на патроны так добавим горизонтальная отдача давай компенсатор можно было конечно барабан или увеличенный магазин но думаю и так нормально ну вот друзья в принципе такой ролик маленький получился надеюсь вам понравилось да конечно стрелял я не очень хорошо по большей части убивали меня но ничего это мой первый раз за господи сколько я в инсерженсе не играл по-моему три месяца или больше да ничего страшного думаю да я скорее уверен ролики по этой игре тоже 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 будут в будущем еще позаписываем всякого но все равно ролики по этой игре еще будут где я уже буду дальше разминаться дальше привыкать и в итоге буду играть как старое было и времена надеюсь что этот ролик вам понравился если это так ставьте лайк подписывайтесь на канал делитесь друзьями оставлять комментарии и не забывайте нажимать на колокольчик чтобы не пропустить новые серии или видео ролики на этом у меня все скоро увидимся пока до новых встреч Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok